В эфире телеканал ЭТОН ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье, и гость нашей студии военно-политический эксперт Алекс Гальцекер. Алекс, добрый день. Добрый. Вы знаете, вот тут в ходе всяких вот больших, красивых и грозных событий, которые происходят в мире, как-то немножко на задний план отошли события, которые происходят на нашей южной границе, а именно на границе с мятежным сектором газа. Как известно, с ними было заключено такое, ну, джентльменское относительно террористов, как бы, очень неудачное слово, но другого пока не подобрали. Джентльменское соглашение при посреднической Египте, что они ведут себя хорошо, тихо не обстреливают, им за это помогают, значит, поставляют дизельное топливо, поставляют электроэнергию, им за это разрешают ввозить наличные чемоданы долларов, как бы, из Катара, да, и все, как бы, хорошо, но постоянно происходят какие-то срывы. Вот сейчас мы находимся на пороге очередной эскалации, то есть они продолжают, как бы, такие детские забавы под названием запускание воздушных шариков. Воздушные шарики с взрывными устройствами или с зажигательной смесью вызывают при нашей-то жаре, а сейчас у нас там 30-35 как минимум, а на юге под 40, там выживают колоссальные пожары, то есть за это им урезали опять зону рыболовства, значит, еще определенные действия начинает проводить администрация, и они заявляют о том, что все, соглашение рухнуло, и мы сейчас опять начнем войну. Что же происходит, и что нам ждать в ближайшее время? Ну, давайте, вы правильно очень подметили, что на фоне, так сказать, всех больших взрослых игр, которые развиваются в основном у нашей северной границы, да, на территории Сирии, действительно, как-то на второй план уходит сектор газа, хотя, на мой взгляд, это вообще ключевой вопрос, то есть его пытаются подмести под ковер и израильское руководство, и американская администрация президента, как-то подметают под ковер вопрос сектора газа, а это ключевой. Да, они говорят, мы сейчас будем, вот, сделка века, это, на самом деле, ключевой вопрос, после того, как будут решены все проблемы ближневосточного конфликта, останется вопрос сектора газа, потому что сектор газа, в котором сегодня, последние 12 лет, если я не ошибаюсь, руководит Хамас, он остается таким клондайком, ну, если хотите, символом ближневосточного конфликта, у которого нет решения, потому что вся идея, так сказать, вот этой борьбы, она не запалестинское государство, если предположить, что Ромала, да, то есть Фатк, Абумазен и компания, они все-таки борются за создание палестинского государства, очень важно, я говорю, если предположить, да, это очень важно, то в секторе газа вообще об этом не идет речь, то есть сектор газа просто уничтожает сионистское образование, то бишь нас с вами, то есть Израиль, то есть сама идея, которая, как бы, руководствуется Хамас, это не создать палестинское государство, а уничтожить Израиль. Но это, как бы, долгоиграющая идея, она века растет. Поэтому подметание под ковер вот этого мусора, оно ни к чему хорошему не приведет, подметает его под ковер уже не первый раз Нитаниягу, сколько каденций, собственно, он был премьер-министром, столько раз он подметал под ковер эту историю, подметал под ковер эту историю и подметали под ковер его предшественники, в какой-то степени этот вопрос пытался решить Ариэль Шарон, и, видимо, размежевание было частью какого-то плана, но теперь уже никто не узнает. Надо пояснить нашим зрителям, что Ариэль Шарон пошел на то, чтобы вывезти с сектора газа, там, значит, в северной части сектора газа и возле моря находились еврейские поселения. И, собственно, Хамас поднимал это знамя, что мы должны выгнать оккупантов, как бы, хотя в этих поселениях были очень развиты сельскохозяйственные производства, теплицы и прочее, прочее, очень многие арабы из сектора газа ездили туда на работу, то есть там были такие цветущие сады, экспорт цветов, они, по-моему, всю пол Европы снабжали. Короче говоря, Шарон сказал, что мы выведем, это был драматический эпизод. — 14 лет назад. — Да, людей там из домов выселяли и так далее, но ни к чему хорошему это не было. — Граница сегодня между нами, между Израилем и сектором газа, это общепризнанно международным сообществом. — Да, ты ничего не скажешь, это международная граница. — То есть мы ни в коей степени не претендуем на какую территорию сектора, но при этом мы являемся тем самым вражеским образованием, против которого борется Хамас. — Ну да, может, Хамасу важно не сектор газа освободить, а освободить все остальное. — Совершенно верно. То есть важно им даже не освободить, важно продолжать эту борьбу, за которую платит сегодня, платит Катар, вчера платил Иран, в какой-то степени Иран и сегодня продолжает платить, тем не менее они получают свои дивиденды за вот эту вот борьбу с сионистским образованием, больше ничего. Это способ, это налог своего рода. То есть если есть, так сказать, в странах принятые… — Александр называется не налог, это называется рэкет. — Ну рэкет, хорошо. — Давно придумали. — Я соглашаюсь с этой формулировкой, тем не менее. Это было в общем. Теперь, что касается ситуации сегодняшней. Значит, формула, которую Вы упомянули, затишье взамен на затишье, которая была установлена в очередной раз после последнего витка выяснения отношений с Хамасом, она работает, то есть затишье взамен на затишье, но если с нашей стороны это действительно затишье, то с точки зрения Хамаса, затишье, они установили некую планку этого затишье, то есть террор воздушных шариков так называемый, да, это очень звучит мило и добро и даже лукаво где-то, террор воздушных шариков, но это пожары, десятки пожаров ежедневно, горят сельскохозяйственные угодья, горят леса, страдают люди, дышат этим, то есть это тяжелое такое, ну если хотите, война на истощение, что ли, с точки зрения Хамаса. Международного сообщества это воздушные шарики, но подумаешь, там дети запросили. Международного сообщества это затишье, то есть пока не стреляют ракетами, это затишье. То есть нам предложили сегодня формулу затишье взамен на затишье, в обмен на затишье. Без усчета воздушных шариков. Да, то есть воздушные шары, они являются частью этого затишье и беспорядки по пятницам в районе пограничного забора, это тоже часть затишье. В районе пограничного забора вдоль международной признанной границы. Да, совершенно верно. То есть за последний год, вот с марта, собственно, прошлого года, даже чуть больше уже, Хамас, все, что он делал, как бы делал для того, чтобы установить эту планку затишье несколько выше, да, то есть на неком уровне, который позволяет… То есть здесь есть нулевой уровень тишины, да, а есть плюс? Затишье – это 10-15 пожаров в день в населенных пунктах, которые прилегают в сектору газа. Затишье – это беспорядки по пятницам без попыток проникнуть на территорию Израиля, то есть все, кроме ракетного обстрела. То есть вот ракетный обстрел – это уже незатишье, минометный обстрел – тоже незатишье, но все, что меньше этого, это уже, это считается затишье. Они установили эту планку, и теперь нам с этим делать особенно нечего, то есть мы не можем сейчас развернуться. Что мы можем сделать? Да, вот сейчас ужесточилось, так сказать, увеличилось количество воздушных шаров, которые летят на территорию Израиля. Прекратили поставку топлива. Прекратили поставку, приостановили. Поставку топлива для энергетической станции, которая находится в секторе газа, вероятно, в ближайшее время еще сократят зону рыбной ловли. И это, кстати говоря, нарушение затишья с нашей стороны, с точки зрения Хамаса. То есть, как только мы делаем попытку, скажем, сокращаем зону рыбной ловли с 10 миль или с 12 миль, по-моему, был даже период, когда было 12 миль, очень важно понимать, когда 12 миль это, ну скажу так, рыбаки в секторе газа могут рыбачить совсем недалеко от израильского города Ашкелон. То есть, 12 миль это очень близко к израильской территории. Это очень удобно для проведения террористических актов. И многого другого. 10 миль это разумно. Когда Израиль сокращает зону рыбной ловли до 8 миль, количество карасей не уменьшается. То есть, все равно карасей столько же, но это обидно. И это с точки зрения Хамаса нарушение затишья со стороны Израиля. То есть, раз уж вы пошли на такие жесткие меры, рыбы меньше в газе не станет от этого. То есть, 8 миль, 10 миль, по большому счету, не имеет значения. Все равно, скажем так, на сегодняшний день рыбаки в секторе газа могут выловить рыбы гораздо меньше, чем ее там есть. Поэтому 8 миль или 10 миль значения не имеет. Но это унизительно. И это дает повод поднять флажок положения вне игры и сказать, что Израиль нарушил затишье. Шарики, которые летят на сельскохозяйственные угодья на израильской территории, которая прилегает в сектору газа, это не нарушение затишья. Попытки прорвать забор пограничный, это не нарушение затишья. Это нормальное пятничное размещение молодежи. А заставить рыбаков из газа вычеркнуть из своего списка в эхолоте несколько точек, которые находятся за зоной 8-милевой рыбной ловли, это уже считается нарушением затишья и оправдывает ракетные обстрелы Израиля, которые мы, собственно, наблюдали за последний год. Довольно немало, даже было, по-моему, до 500 ракет в день. Вероятно, ближайшим летом нас ожидает примерно такой же виток выяснения отношений, несмотря на, опять-таки, возьму в кавычки, какие-то договоренности. Интересная тенденция, однако, как только происходит затишья, потом происходит передача чемоданов с деньгами от катарским представителям передачи в газу для распределения строго и решительно только среди нуждающихся семей. Понятно, да? После этого раздается зарплата, пособие нуждающимся семьям, а главное тем, кто участвует во всех этих беспорядках, они радостно с новой строчки начинают все это действие. То есть это уже давно подмечено, что после ввоза этих денег происходит вспышка насилия, потому что когда деньги кончаются, чего они пойдут туда обясноваться на границу? Для нас за это же надо платить. Так что получается? Сейчас у нас нет правительства. То есть правительство, конечно, оно есть, но на самом деле его нет. В сентябре выборы, то есть никаких решительных действий сейчас не предпримут. Почему? Не знаю. Или наоборот, маленькая победоносная война, которая укрепит... Правительство на самом деле есть, все занимаются своим делом. Конечно же 80, если не больше процентов своего времени потратят министры, действующие министры, в том числе члены военно-политического кабинета на предстоящие выборы. Но тем не менее, я все-таки, знаете, я, может быть, отношусь к той части оптимистов, которые считают, что в решающий момент для страны, для безопасности государства Израиль, и глава правительства, и члены военно-политического кабинета все-таки отложат в сторону свои политические амбиции. И займутся вопросами безопасности. Но вопрос, безусловно, уместен. То есть то, что вы спросили. Дело в том, что, в принципе, даже не важно сейчас то, что мы находимся в такой предвыборный, межвыборный период. То есть после предыдущих выборов, после которых не удалось создать правительство, перед предстоящими выборами, после которых неизвестно, можно ли будет создать правительство. То есть политически весьма нестабильная ситуация, но дело даже не в этом. Дело в том, что и когда правительство было стабильным, мы в относительности сектора газа, мы даже не наступали в очередной раз на те же грабли, мы просто топтали эти грабли. Понимаете, Нитриньягу вместе со своими министрами, которые его окружали в военно-политическом кабинете, они не то что наступали, они просто топтали грабли, еще и на весь мир говорили, вот смотрите, как мы умеем. То есть мы наступаем, получаем полбу, а Хамас этим пользовался и вышел на тот уровень, с которого мы начали наш сегодняшний разговор, когда затишье определяется уже не полным затишьем, как это было после операции «Литой свинец», как это было после операции «Облачный столб», как было после операции «Несокрушимая скала». Сегодня затишье – это террор воздушных шаров, сегодня затишье – это демонстрации по пятницам с попытками прорвать забор безопасности и так далее и тому подобное. То есть Хамас, в общем-то, в этой войне на истощение в результате победил, не помогло ничего, не помогли акции протеста жителей населенных пунктов, которые пролегают. Не помогли грозные предупреждения о том, что мы начнем точечную ликвидацию. Не помогли грозные предупреждения, не помогло увольнение, уход в отставку министра обороны Либермана, который был, так сказать, сделан на фоне событий, прежде всего в секторе газа. То есть мы никакого вывода, так сказать, из уроков, которые нам преподнесли за последний год, пока, во всяком случае, я не наблюдаю, что Провельс это сделал. Поэтому, вероятно, ключевым экзаменом будет как раз не события на севере, которые могут показаться миру гораздо более судьборосными. Мы, конечно же, поговорим еще об этом. Я думаю, что сектор газа для Израиля – это вопрос гораздо более важный и гораздо более горячий, потому что вот этот пожар, который сегодня в секторе газа, его нужно тушить как можно скорее, потому что можно зайти очень далеко. Мы сами, так сказать, вот по пустительствам этим своим, мы допускаем Хамас к той вот точке, когда, добавим к этому еще одну вещь, я вот, может, как-то упустил. Сегодня в этом противостоянии Хамас, во-первых, противостоит ФАТХу, то есть всегда самой идеей Хамас создавался как некое противостояние ФАТХу, то есть организации Арафата, которая вела диалог с Израилем косвенно, сначала, потом напрямую. Хамас изначально, он появился как некое противостояние этой организации. Сегодня ФАТХ, они, так сказать, играют роль такого, ну, если хотите, плохого мальчика в этой ситуации, потому что они отказываются получать налоговые деньги, которые Израиль им, налоги, которые Израиль взимает за поставку товаров на территорию палестинской автономии, эти налоги должны передаваться палестинской автономии. Израиль из этих денег с некоторых пор, где-то, по-моему, месяцев 7 назад был принят закон, который позволяет Израилю вычитать из этих денег те суммы, которые палестинская автономия платит в качестве пособий террористам и членам их семей. Хамас, извините, ФАТХ сегодня говорит, мы вообще ничего не хотим тогда. Раз уж вы нам пересчитываете деньги и высчитываете оттуда деньги, которые, на ваш взгляд, являются деньгами, которые предназначены для террора и так далее, то мы вообще ничего не хотим. То есть, они плохие мальчики. Хамасу сегодня это на руку, потому что Хамас сегодня выступает перед лицом, прежде всего, Трампа и его администрации, как некая организация, с которой, да, можно вести диалог. По крайней мере, они от катарских денег не отказываются. То есть, они готовы конструктивно развивать события на Ближнем Востоке. Секундочку, они готовы конструктивно пилить деньги? Ну да, вне всякого сомнения. Но, тем не менее, это адрес. Если обумазан сегодня для Трампа, это не адрес для обращения. Да, честинцы же отказались участвовать в конференции. Совершенно верно. Поэтому Хамас сегодня он себя выставляет, так сказать, на фоне всей этой борьбы, на фоне псевдо-затишья, простите, еще выставляет себя, как некая сторона в переговорах, возможно. Дорогого стоит. Спасибо, дорогие друзья. Программа «Тема дня». В следующем разделе мы поговорим о событиях в Сирии и в Иране.